Этот сквер сделают недоступным для застройки. Здесь наведут порядок, подрежут деревья, высадят новые, установят скамейки и урны. В настоящий момент формируется земельный участок. Его поставят на кадастровый учет и внесут в реестр зеленых зон города-курорта. Во-первых, это будет существующая зеленая зона, в которой возможно только прогулочные какие-то дорожки, скамейки. Здесь недопустимо будет строительство какого-либо, предоставление под какие-то цели, связанное со строительством, с торговлей. Этого не будет здесь никогда. Здесь будет зеленая зона. И так как вот этот новый комплекс построился, вот, пожалуйста, готовая парковая зона, где смогут играть и дети, и гулять мамы с колясками. Здесь будут лавочки установлены, кто-то сможет просто отдохнуть. Привести территорию в порядок поручил глава города Сергей Сергеев. Делать это будут при участии компаний, которая прокладывала коммуникации к новым домам. Здесь будет асфальтовая пешеходная дорожка. По словам Анжелики Бузуновой, озеленение города – одна из ключевых задач. Новая зелень появится на улице Гребенской на пути к центральному пляжу, а также на улице Краснодарской между Крымской и Новороссийской. Это будет комбинация деревьев и газонов с системой автополива. Ее установка экономически оправдана. У нас потом не требуется заезжать на больших машинах поливомоечных, поливать эти газоны, портить плитку. Во-вторых, полить из машины так все равно невозможно. Полив он работает в определенное время суток. Как правило, это ночью. Если поливать днем, летом, есть определенные моменты, трава еще больше может гореть. В настоящий момент готовятся эскизные проекты новых зеленых островков. К первым работам планируется приступить уже через пару недель.